здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания ее ведущие геннадий брумер и эдуард брумер а наконец-то в чикаго пришла очень хорошая теплая солнечная погода чем я вас всех и поздравляю сегодня мы поговорим о таком понятии как русофобия что такое русофобия и надо ли относиться одинаково ли относительно понятия если ты не любишь российскую власть или ты не любишь допустим российский народ россию как страну одно ли это это же или это все-таки разные понятия и если допустим я не люблю российскую власть отношусь к ней критически можно ли меня назвать русофобом а наш телефон 847 4 2 0 5 2 2 0 мы сначала с генной минут 10 поговорим на эту тему а потом мы начнем принимать звонки и узнаем ваше мнение да и хочу еще напомнить всем дорогим радиослушателям смотрите нас на канале youtube под прекрасной вы вывеской nbc оставляйте комментарии ставьте лайки нам будет приятно можно будет все любую тему обсудить и так ген а что такое в твоем понимании русофобия и можно ли нас тобой считать русофобами ну я не думаю что мы русофобы мы критически относимся к сегодняшней российской власти если говорить о том что что такое русофобия упрощенно говоря упрощенно это когда как я понимаю когда человек не любит все русские русские до русский народ все русская чисто потому что русская папа происхождению по культуре по религии но я не думаю что мы относимся мы выросли в русской культуре но очень критически действительно относимся сегодня к российской власти и если на это смотреть то как сегодня преподносят русские каналы государственные значит к русофобии кого можно отнести как ты думаешь кого можно отнести курсов в свое время его можно было немцова отнести к русофобам потому что он критиковал современную власть такого блогер как юрий дуть который своих интервью постоянно ковоится критикует российскую власть многих может те кто находится в оппозиции или лично я бы я бы я бы даже уточнил что если не к власти то если ты лично критично относится владимиру путину ты уже русофоб определить знаешь я бы пошел бы дальше даже я бы сказал что сегодняшний русофоб русофоб это естественно и лермонтов и некрасов и салтыков щедрин салтыков щедрин это вообще уж то что они написали то одно стихотворение только лермонтова могу быстренько быстренько вам напомнить прощание мытая россия страна господ страна рабов и вы мандиры голубые ты им преданный народ как это можно назвать сегодня а то что описал заместитель губернатора салтыков щедрин ну где сегодня его бы просто посадили бы даже не читая не читая ну и в принципе если говорить уже так на эту тему если на эту тропу вставать да то достоевский и чехов тоже не сильно лицеприятно отзывались о российской власти и кстати о российском народе абсолютно вся российская классика по сегодняшним меркам это абсолютно еще русофобы если кто-то из наших радиослушателей а таких я думаю много читали русскую классику проходили в школе они могут очень быстро у себя в голове вспомнить о чем написаны гоголевские книги о чем написан тот же достоевский некрасов кому на руси жить хорошо во всяком случае уже само название говорит поэтому но сегодняшняя власть это скажи аген я тебя перебью немножко как ты считаешь сегодняшняя власть она антинародно или она с народом вот она как раз и русофобская мне так кажется мне кажется что то что они сегодня делают это абсолютная русофобия абсолютно против русского народа потому что то как я понимаю любая власть делает все для улучшения жизни своего народа для улучшения для развития этой территории то что сегодня происходит то что я вижу со стороны взгляд чисто со стороны это и вот это и как раз и являются русофобия перед тем как мы начнем принимать звонки узнаем ваше мнение хочу заранее предупредить о том что мы в прямом эфире и что мы не ругаемся как говорится не не употребляем те слова которые употреблять не надо хочу чтобы вы каждый относились с уважением звони к тем кто будет звонить и еще одно такое не то чтобы пожелание даже не просьба я хочу порекомендовать многим нашим радиоуслужцами они первый раз это делаю посмотреть передачу которая вышла вчера юрий дуть меня критикуют за то что я его рекомендую но он действительно очень первоклассные интервьюер он взял а интервью у замечательного писателя алексея иванова автора знаменитой книги географ глобус против посмотрите это интервью где этот писатель говорит о россии и о русском народе и сделайте свои выводы а я еще расскажу телефон восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль звоните и мы узнаем ваше мнение и можете сказать про себя являетесь ли вы русофобами или вы как будто можете с нами по этому поводу и так говорить и также смотрите нас на youtube канале под вывеской nbc оставляйте комментарии ставьте лайки и так есть да мы вас слушаем говорите пожалуйста как вы думаете советская культура она русофобская или она все-таки национальная защитников путина это русофобия стопроцентно ну приведите пример ну в принципе да можно можно согласиться я согласен это же вообще страшно антипутинская пропаганда классика антипутинской пропаганды я даже вот не знаю сейчас показывают этот мультик периодически по российскому телевизию или он попал список не пока золушка да извините меня королевство маловато но ничего я с соседями поссорить это я умею а это либо спасибо а это говорит о власти или о народе все таки это говорит я так полагаю тех кто очень а те кто считает что путин всегда прав спасибо спасибо говорите нету пока хорошо мы тогда продолжаем значит то что ты задал вопрос нашей замечательной слушательницы из нью-йорка они а по поводу советской культуры на как ты как ты думаешь является ли она русофобской ну она была интернациональная это давно всем известно и почему-то большевики конечно все-таки зажимали как бы русскую культуру смысле развития ее отдельно потому что были отдельно национальные регионы белоруссия белор но я имею ввиду украина национальной республики где действительно делался упор на национальную культуру а вот российская нет поэтому российская превращалась в совет в советскую до в советскую я могу в этом смысле где-то понять русский народ но никак не могут разделить сегодняшние люди отношения к власти то есть отношения к барину и отношения к народу к культуре говорите пожалуйста добрый день добрый день касаясь литературы русской да да они высмеивали ленность янтво но может быть это не потому что они были русофобы а может потому что они просто хотели показать что это есть чтобы это не стало может это делать замечание хотят уничтожить вот мы задаем мы задаем вопрос так они не были русофобы моя в этом нет но как это смотрится сегодня понимаете всего сегодняшняя сегодняшняя власть все время демонстрирует мы говорим про русскую литературу мы говорим про понятие русофобия но 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 мы говорим о понятии русофобия как это сосредотачивается на сегодняшнюю власть сегодняшняя власть она все русскую литература не так такое мнение спасибо спасибо говорите пожалуйста добрый день добрый день добрый день алё да да пожалуйста мы вас слушаем здравствуйте вы знаете вы абсолютно правы по поводу того что сейчас там происходит и то что путин вот преступник и все делает против народа это конечно я не знаю это такого наверное нет ни в одной стране так даже на сегодняшний день и то что русская литература это вот смотрите извините что я вас перебиваю кто критикуют современную власть они являются русофобами что такое русофобия в вашем понятии это те кто против русского народа скажем так а те кто российскую власть критикуют они против русского народа нет конечно они просто против этих людей преступников и власти они а скажите такой вопрос еще а народ и власть едины сегодня нет конечно абсолютно вообще две разницы и очень жаль что по власти такое судят по всей стране о людях возможно которые совершенно этого не заслуживают и все это очень обидно спасибо 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 за ваше мнение а значит мы продолжаем наш разговор хочу напомнить телефон 847 400 52 00 звоните мы сегодня обсуждаем тему понятия русофобия и насколько она подходит и к тому что если вы критикуете власть являетесь ли вы русофобом мы вас слушаем говорите добрый день говорите пожалуйста здравствуйте здравствуйте а скажите когда нибудь власть и народ были едины начиная с Ивана Грозного даже будет власть и народ были едины по вашему мнению я потом выскажу свое мнение по вашему мнению власть и народ никогда не были едины только сплочение народа с властью было когда например была большая какая-нибудь война вот тогда народ и власть как бы объединялись и народ это думал что после этой же войны все будет шикарно но хорошо не получалось а все приходило на круги своя но и как сейчас в принципе что поменялось Белл Брежнев стал примерно пропустил сейчас стал Путин все возле Путина все живут хорошо кто был при Брежне все живут хорошо народ как жил так сказать в дерьме он так и жил хорошо давайте Ленинград Москва это не показатель я с вами согласен от Ленинграда Москвы как там были бараки сталинские там так что ли осталось вы мне скажите пожалуйста на сегодняшний день если бы я критикую российскую власть и лично Путина являюсь ли я русофобом или допустим вы критикуя эту власть являетесь ли вы русофобом или это нормально критиковать власть а может действительно вы являетесь русофобом то есть если мы эту власть выбирали как мы можем критиковать в таком своем понятии как сейчас критикуют например нашего президента мы же его выбирали как мы можем его критиковать надо подождать выбрать кого-то другого вот и все спасибо а тогда как получается как получается как бы сказать за что боролись за то и напоролись хотели Путина получили Путина понятно спасибо большое говорите добрый день да это Олег да для того чтобы назвать вас русофобом или кого-либо другого кто критикует будь то правительство будь то Пушкина будь то вообще все нужно понимать вообще что такое понятие русофобии вот когда мы критикуем власть когда мы критикуем какие-то действия когда мы критикуем какие-то негативные отношения или влияние которые ходят внутри народа мы не критикуем все что касается русского языка литературы государства народа мы критикуем конкретные вещи поэтому нет ты не русофоб потому что ты ненавидишь все русское ты ненавидишь Путина точно так же как и я его действия кремлевскую власть которая всегда была продажная была есть и похоже что она всегда так и будет это первое второе теперь я хочу буквально минуту по поводу отношения России русских людей к Путину значит вот я разговаривал с россиянами которые не живут в Москве в Ленинграде они живут там в частности эти люди жили в Тиминской области вот они у него неплохая работа у этого человека он неплохо зарабатывает так вот он говорит что все те кто живут в Ленинграде в Москве они путина ненавидят вся периферия то есть не Москва Ленинграде а все остальное вся Россия они путина любят вот это парадокс спасибо 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 говорите пожалуйста здравствуйте 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 ну вы сделали кашу малашу конечно литература власть народ все смешали но дело не в этом дело в том что я хотел спросить у вас вот скажите мне пожалуйста Ростропович Солженицын у него Рустафонов или нет нет конечно абсолютно нет хорошо их из России из Росского Союза зачем они вернулись я не понимаю вот особенно Солженицын который потом начал так сказать на запад всякую грязь а Россия для него стала так сказать все очень просто Солженицын Ростропов это такие были великие люди и которые сначала уехали плюнули на Россию а потом взяли они не уехали минуточку минуточку они не уехали их из страны выгнали если вы хорошо помните историю их из страны выгнали кстати при поддержке при поддержке этого народа опять взяли гражданство да но дело в том что выгнали и выгнали до свидания все остальные наши певцы которые поуезжали бросили гражданство а потом поехали обратно в Россию петь потому дело в том что эти люди и Солженицын и Ростропович и многие другие не являлись по своей сути русофобами они не были согласны с этой властью то что власть сделала в отношении народа и в отношении их лично потому что они любят страну они любят они любят землю где они живут а почему нет а почему нет я могу поругаться смотрите смотрите система сменилась они посчитали что это наступила новая россия они возвращались не к власти они возвращались на свою землю но Солженицын вернулся не к Путину а вернулся в новую Россию еще при Ельцине он не при Путине вернулся он вернулся при Ельцине спасибо за ваше мнение спасибо говорите добрый день пожалуйста мы вас слушаем добрый день добрый я не совсем понимаю вас и я думаю что вы неправильное объяснение даете в эфир почему слово фобия это боязнь какое отношение это имеет любишь или не любишь навидишь ты или ненавидишь вы понимаете фобия это боязнь это я знаю что это боязнь это боязнь и неприятие при чем тут культура при чем тут Путин вы слышали секундочку секундочку это совершенно другой другой угол информации секундочку фобия это боязнь вы знаете вам только на вашей дилерской объяснять да я вас понял принимаем другой звонок пожалуйста говорите добрый день добрый день я ненавижу российскую власть я ненавижу российский народ который поддерживает эту власть потому что там целый винегрет смешали причем здесь литература и так далее можно любить немецкую литературу и ненавидеть Гитлера можно любить немецкую музыку и ненавидеть Гитлера смотрите мы говорили о том являются ли русские писатели великие можете называть меня русофобом мы не говорим о том что мы кого-то должны называть давайте мы будем говорить о том являются ли русские писатели не гены русофобами если вы ненавидите оба ведущие российскую власть вы должны да это правда это действительно так но я не но я никогда не говорил и гена никогда не говорил о том что мы не любим Россию как страну это абсолютно в моем понимании разные вещи ненавидеть не любить российскую власть и aspire pex плохо относитьсяado путин россии как стране нет смотрите есть смотрите есть понятия страна россия есть понятие народ русский народ есть понятие русская власть это три абсолютно разных понятия если я отношусь к россии как стране ее люблю я люблю ее культуру я люблю ее историю Я очень много люблю из вот этого понятия, то, что относится к стране. К народу у меня, естественно, критическое отношение, так как народ поддерживает это. И, естественно, я к народу отношусь критически, так же, как я отношусь критически к российской власти. Спасибо. Говорите. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела сказать, что я Галина с Украины, и я являюсь русопом. Я ненавижу этот народ, потому что я с трех лет в детском доме. Мы выстраждались страшно из-за этого народа. И что я вам хочу сказать, только не выключайте. Нет, нет, мы вас слушаем. Пожалуйста. И что я вам хотела сказать, что я ехала забрать сестры сына в армии, потому что была политика, они кончили квирту инженеры военные. То вы это выслали туда, на Северс. Я поехала забрать ее сына оттуда. И останавливаясь в Новосибирске, в других городах, долго ждала, пока самолет в этой зимой была. И что вы думаете? Стоят все в резиновых сапогах, в куфайках. Ордены зачепили, как Брежнево, отсюда до сюда. И ненависть такая в глазах, чтобы как только могли, то уже бы стреляли всех подряд. Еще в Луганске мне требовалось перестануть, ну, билет пересадка. Подошел ко мне мужчина и говорит у меня, девочка, пожалуйста, не говори по-украински, не там, бо убьют тебя. И я думаю, что такое у нас свободный город Львов. Вы знаете, люди там говорят все, что думают. И я думаю, что ты перестрашенный, боишься всего-то, страхопут. Я бы приехала, я увидела, что он имел в виду. Они бы счастливы за родину, за Сталина. Никто Америку ненавидят. Голодоморы сделали, Америку ненавидят. Спасибо. У нас очень много звонков. Армянский геноцид, все кругом сделано. И я хочу сказать, поэтому я ненавижу, потому что этот народ, он сам пойдет. Вы будете за него говорить, а он пойдет вас стрелять. И они этого выбирайте, они его любят, и они сами такие. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Говорите, пожалуйста. Добрый день. А это снова Анна. Дань. Ребят, а я бы хотела предложить поговорить немножко о другом конце шкафы, о русофилии. Что вы думаете, например, о любви к России, Стивена Сигала или, скажем, Сепардием? А, Стивен Сигал, да. Да, и Депардием. А, у нас есть, Аня, я быстро отвечу, потому что нам надо уходить на рекламу. Я, у нас есть, у нас будет... Я только тему предложила. Продолжаем программу политинформания. Ее ведущие Геннадий Брумер. И Эдуард Брумер. Сегодня мы говорим о таком понятии, как русофобия. Можно ли считать людей, которые критически относятся к власти, называть их русофобами. И у нас есть звонок первый. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте, братья Брумеры. Здравствуйте. Добрый день. Алло. Да, да, мы вас слушаем. Очень мать. У меня к вам вопрос есть. Ребята, вот послушайте. Вы помните такого персонажа, господина Грубера из администрации Обамы? Он был чем известен, он сказал такую фразу. Американцы такие идиоты и придурки, что им любую труху можно в голову всунуть, и они поверят. Вот мне кажется, вы тем же самым занимаетесь. И помогает вам это чудо из Мариуполя, чудо из Нью-Йорка, там какой-то сказочник из радиопередачи сказки бабушки Арины про яйца. Хорошо. Дин, все это понятно. Дин, это я все понял. Это старая сказка. Я вас понимаю. В чем понятие русофобии в вашем понятии? Давайте не будем от тематрикатизм. Вы мне скажите, это русофобия или нет? Что? Когда наши власти заявляют, что во Второй мировой войне победили не русские, а Франция, Соединенные Штаты, Англия. Атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки сбросили русские, а не Соединенные Штаты Америки. Мальчика латыша избили в пригороде, в школьном пригороде Лондона и послали назад в Россию. Езжайство в Россию. Объясните мне, что это такое? Это русофобия или это что это? Русофобия это, как сказал Салтыков Щедрин, не путайте любовь к родине и к его превосходительству. Это я вам напоминаю классика. Я вам тоже хочу напомнить, ребята, что... Значит, подождите, давайте, я говорю, минуточку, минуточку, вы сейчас говорили, теперь давайте я говорю. Значит, еще раз, мы говорим о том, что можно хорошо относиться к культуре российской и к народу российской стране. К стране можно, к земле, к истории, но абсолютно не любить и не уважать эту власть. Вот вы уважаете эту власть? Я буду жить рассказать, за что вы ее не любите и не уважаете. За то, что этот народ сегодня живет бедно, беспросветно и уезжает из этой страны, из этой земли. Послушайте меня, уезжают из Украины, уезжают из Прибалтики. Не будьте вы грубарами, вы понимаете или нет? Отчего у них население растет, если они все уезжают оттуда? Объясните мне. Население... Вы имеете хоть какую-то информацию о России? Я не русофоб, я не русофил. Не просто на Данила, вранье. Это постоянное вранье, которое приходит из вашей передачи. Я вас понял. Парный раз в четверг. Я вас услышал, спасибо большое за ваше мнение. Дин, у меня к вам большая просьба. Если это вас так расстраивает, если это вас так раздражает, пожалуйста, я хочу, чтобы у вас было все в порядке со здоровьем. Поэтому не слушайте и не звоните. Зачем нервничать по этому поводу? Мы считаем на сегодняшний день, что в России существует абсолютно преступная власть, которая угрожает всему миру. И угрожает в первую очередь этому народу, его развитию. Кроме того, что эта власть не уважает свой народ, никак. Посмотрите, какой был разгон демонстрации, абсолютно мирной демонстрации, в Санкт-Петербурге на 1 мая. Но, кроме всего прочего, эта власть настроена агрессивно по отношению к своим соседям и по отношению лично к нашей стране, где мы с вами являемся гражданами. Вот и все. Если вы считаете, что ракета, полетевшая в нашу сторону, вас никаким образом не заденет, вы счастливый человек. А я считаю, что вас она не просто заденет. Вы улетите вместе с этой ракетой туда, куда все полетят. Мы можем принять следующий звонок. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Послушайте, ребята. Я вообще не понимаю, о чем идет спор. Русофобия – это не любовь к русскому, к русскому народу. А при чем здесь российский народ? Российский народ здесь ни при чем. В России очень много народов. Это Россия. Они русские, только одни русские. Я не знаю. Я жил в Одессе. Слава Богу, я там 50 лет прожил. Мы жили все вместе. И евреи, и татары, и грузины, и украинцы, и русские. Мы все жили вместе. Мы никогда ничего такого не знали. Смотрите, я понимаю, у нас конкретно стоит вопрос. А если человек критически относится к российской власти, если человек не уважает эту власть, не любит эту власть, можно ли этого человека назвать русофобом? Но при этом этот человек может любить Россию как страну, любить ее культуру, и, как говорится, жить этой культурой, можно ли его назвать русофобом? Добрый день. Говорите, пожалуйста. Нет, нельзя назвать русофобом. Нельзя назвать. Я хотел бы ответить женщине, которая звонила из Мариуполя. Да. Человек, который окончил квирту, он не попал туда по призыву. Туда очень тяжело попасть. Это высшее училище, которое на уровне с академией. И всего в этих войсках есть одна академия в Харькове, и высшее училище в Киеве. Если она ехала в Сибирь, то я даже знаю, куда она ехала. Это станция... Давайте мы по теме. Давайте мы будем по теме. Я понимаю. Поэтому она говорит, что она русофобка. Это ее право. И это обидно. Окей. Потому что Россия, потом Советский Союз, это были великие страны, в общем-то, по культуре и по народу. А то, что сейчас, если вы считаете, что если вы против власти, то вы не задеваете народ. Задеваете народ. Значит, если я против власти, значит, я русофоб. Если я против власти, значит, я русофоб. Правильно? Да. Правильно, спасибо. Хорошо. Вот такое мнение. Говорите, пожалуйста. Алло, здрасте. Здрасте. Добрый день. Еще надо, во-первых, определить, что такое российскофобы и русскофобы. Во-первых, русскофобы первое, это российская власть. Они же придумали, сделали там закон, что если ты скажешь Россия для русских, сразу пять лет тюрьмы. Так кто русскофобы первые? Наверное. Российская власть. Ну вот мы об этом говорим. А там поедащий национал. Интернационал. А там русских вообще вынижали. Вот и все. Мы, понимаете, как мы говорим о русофобии, как о стране, о народе, в смысле национального народа, где все народы входят в российскую, в российское государство. И об отношении к власти, опять же. Можно ли назвать человека русофобом, если он с неуважением относится к российской власти, если при этом он любит Россию как страну? Конечно нет, нельзя назвать. Спасибо. Спасибо. Говорите, нету. Еще раз хочу напомнить тему, чтобы мы не отвлекались. У нас время летит очень быстро. Мы говорим сегодня о таком понятии, как русофобия. Еще раз напоминаю, если человек критически или не любит российскую, современную российскую власть, если он не любит народ, который поддерживает эту власть, но при этом к стране, к России как к стране-носителю великой культуры, истории относится положительно, можно ли этого человека назвать русофобом? Или по мнению российской власти, если ты критически относишься к этой вот власти, то ты уже русофоб по понятию. Является ли, например, сегодняшний оппозиционер Алексей Навальный русофобом? Является ли любой человек, который говорит... Ахиджакова. Ахиджакова. Кто хочет сменить эту власть? Является ли он врагом этого народа, этой страны? Вот о чем разговор. Мы можем спокойно уважать и даже, правильнее сказать, уважительно относиться к истории, но абсолютно не уважать. Почему надо уважать власть? Власть сменяема, кстати. Она сегодня правая, завтра левая, как в любой нормальной стране. Опять же, напомню вам великого Салтыкова-Щедрина. Не путайте патриотизм с уважением к его превосходительству. Это однозначно. Поэтому, пожалуйста, высказывайте свое мнение с другой стороны. С другой стороны. Если народ проголосовал за эту власть, можно ли к нему относиться уважительно? Давай напомним, а какой процент голосовавших отдали свои голоса Путину? На последних, если тех, кто следит за политикой в России, смотрели год назад. Выборы были. За Путина проголосовало 77,8% населения. После этого у меня спрашивают, а как ты относишься к этому народу? Я никогда не скажу, что я не влюблю, но неуважительно. Потому что нельзя себе выбирать того, как я считаю, кто к тебе сам же неуважительно и относится. Тебя грабит и тебя насилует и давит. Да, при этом разгоняют дубинками. Говорится, при всем при том, что по закону, по конституции ты имеешь право на, то тебе дубинками доказывают, что нет, ты не имеешь право на. Говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Во-первых, хочу поблагодарить вас за, как всегда, интересную передачу и очень профессионально сделанную. Спасибо. Я хотел бы этому человеку сказать, что здесь ему не тут. И мы живем в Америке. И я здесь история Второй мировой войны, я сам уже запутал. История Второй мировой войны, сегодняшняя российская фотография настолько извращена, что дальше просто некуда. Вторую мировую войну самый большой вклад несла Америка. И непродовольственна. Америка выиграла один на один практически там с небольшой помощи австралийцев и новозеландцев выиграла у Японии, которая была гораздо, гораздо сильнее, чем Германия. Японцы не сдавались в плен. Его надо было поехать на Ивакину и посмотреть, что это такое и сколько там полегло солдат. Давайте, 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 секундочку, мы будем возвращать. Говорите, пожалуйста. Ребята, я только хотела поправить. Я думаю, что за Путина голосовали не 70, сколько там процентов населения, а голосовавших. Это несколько разные вещи. Ну, да, можем согласиться. Нет, 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 он победил. Он победить-то победил, но за него же не голосовал. Там же не шли, не все население шло дальше, выбор. Насколько я знаю, очень большой процент населения в принципе не пошел, потому что больше нет за кого было голосовать. Все прекрасно понимают, что все равно Путин будет в кресле сидеть. Да, но мы все равно понимаем, да, что 77% это много. При любых раскладах. Спасибо, Аня, большое. Добрый день. Говорите. Говорите, пожалуйста. Да, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Я хотел вам сказать, а что вы скажете по поводу того, как 99-90-й блок коммунистов беспартийно голосовали? Это что, народ был такой, их в дождь не надо любить? Это страх был тогда. Но сейчас же страха нету. Сейчас же страха нету. Сейчас же вроде как они заявляют о полной демократии, о свободе. Ну, они говорят, мы тоже говорим в Америке полной демократии, а если так больше копнуть, то мы видим, что она совсем не полная, так мягко говоря. В Америке, как бы, может быть и не полная, да, но если вы вспомните 16-й год, то никто не мог предсказать то, что сегодняшний президент мог тогда уже выиграть выборы. Я не про это говорю, а как точно так же топят кого-то, находят там какую-то любовницу 30-летней давности, мы сейчас не говорим любовницы, и пошло. Смотрите, мы не говорим сейчас любовницы, не любовницы, мы говорим о понятии русофобия. Что такое русофобия? Если вы не любите российскую власть, вот вы лично не любите российскую власть, но при этом вы с уважением относитесь к России как к стране, любя ее культуру, историю и так далее. Я согласен с этим, конечно, в этом смысле вы правы. Спасибо. Спасибо. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Говорите, пожалуйста, только радио приглушите, пожалуйста. Не говорят, не хотят говорить. Говорите. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, по мне фобия это определенный страх. Фобия по своему понятию это определенный страх. Каждый человек имеет право критиковать государство, что и тут в Америке, и что и в России. Согласен. Но критиковое государство, это не означает правительство, то есть критиковое правительство государства, это не означает, что вы против самого государства, что вы его как-то ненавидите, или вы за уничтожение этого государства, или его и народа. Вы просто критикуете его правительство. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Говорите. Добрый день. Добрый день. Да-да, мы вас слушаем. Плохо слышно. У вас очень плохо слышно. Перезвоните, пожалуйста. Очень плохо. Да. Говорите. Алло, здравствуйте. Да, сделайте звук. Скажите, пожалуйста. Мне так просто интересно, как-то ваше высказывание, что можно не любить власть, не любить народ, но при этом любить Россию. Это же пустырь любить, а? Это когда без населения как-то сложно. И понять, и любить. Это во-первых. Во-вторых, но я хочу еще сказать свое мнение, может быть, оно как бы... Я думаю, что российскую власть может критиковать и может критиковать русский все-таки. А человек не русской национальности, он может или согласаться в власть или не участвовать в ее... А если он является гражданином России, но не является русским по-национальности, татарин, к примеру? Ну, все, человек пропал. Вот интересно сейчас задал, есть звонок, да, говорите? Добрый день. Добрый день. Мы сейчас не говорим про Путина, мы говорим про русофобию. Это русофобия. Вы просто оскажете русский национальности, который вообще не голосует. Там никто им не интересует. Вы правда, что... Давайте мы сделаем покороче, потому что время идет русофобия, в вашем понимании. Если человек критикует власть, но при этом относится к России, к стране нормально, можно ли его назвать русофобом? Конечно, потому что говорим Путин, потому что занимаем Россию. Все понятно, понятно. Это очень четко. Спасибо. Говорите. Говорите. А вот, добрый день. Добрый день. А вы знаете, ребята, вы не услышали того человека, который вам сказал, что вы вообще все ставите. Этот вопрос, он не имеет ответа. Это субъективное мнение, как русофоб или не русофоб. Если вы смотрите с точки зрения человека, который поддерживает власть, вы русофоб, потому что вы против той власти, которую он считает хорошей. Если вы смотрите с точки зрения человека, который выступает против той власти, значит вы не русофоб. Субъективное мнение нельзя однозначно обвинять на русофоб. Ну, хорошо, это ваше мнение. Пожалуйста. На сегодняшний день я все-таки считаю, что если сложить тех, кто выступает за власть, и тех, кому это все по барабану глубоко, то таких будет просто большинство, причем подавляющее. Хорошо, спасибо. Отсюда и приходится все те, кто критикует власть русофобы. Вот и все, очень просто все. Спасибо за ваше мнение. Спасибо. Говорите. Нету. Да, Герой. Я хотел, что я хотел сказать быстренько. Вот сегодня бы недавно были события в Екатеринбурге насчет строительства храма, и там вышло очень много людей против власти. Господин Соловьев сказал, что вот они бесы, вот они такие всякие плохие люди. Являются ли они русофобами те, кто выступал вот против такого действия? Пожалуйста, говорите. А, да, добрый вечер, господа Брумеры. А что Варвара думает по этому поводу? Ну, хотелось бы услышать гения мыслей русскоязычной общины Чикаго. Я всегда придерживаюсь и прислушиваюсь к ее мнению. Ну, вы скажите ваше мнение. Вадим, а когда позвонит Варвара, лично я, значит, попрошу, чтобы она вам или перезвонила, может, вы с ней как-то созвонитесь, потому что у нас все-таки ваше мнение, видите, вы даже не сказали свое мнение. Но я чувствую, в принципе, зная вас уже почти год, я чувствую, вы не являетесь русофобом. Вы очень любите российскую власть. А, возвращаясь, есть звонок. Хорошо, давайте мы, мы вас слушаем, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что нельзя быть русофобом, не любить русскую власть, потому что русская власть это зеркало народа России. Вы понимаете, я вот в Украине, у нас сейчас война с Россией. И если бы сегодня Украина напала на какую-то другую страну, то, скажем, президент, как Путин, или такое решение принял, то завтра бы миллионы людей стояли, и эта война была бы закончена. А в России это одни рабы, которые уничтожали столетиями людей. Вы не найдете из Советского Союза страну, которая мужественно относится к России. Прибалтика, Белоруссия, Армения, та же самая, любую страну, которую вы назовете, это первое. А второе, что я хотела сказать, вот этому Диме, мне кажется, который историю очень плохо знает, он говорит, что русские победили во Второй мировой войне. Нет, не русские. Вот посмотрите на фамилии, там все страны, в большинстве тоже, очень, миллионы людей из Украины были убиты. Русские стреляли в затылок своим по заказу НКВД, а потом тогда вошли в Германию, насиловали немок. Вот это русские сделали. Спасибо. Спасибо. Хочу напомнить, что войну, Дину хочу напомнить, что войну выиграл Советский Союз. А в Советский Союз входило очень много республик и национальностей. Мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Звоню попозже Вадиму. Ну, Варвара, мы вас ждали. Я не хотела звонить, потому что мое мнение уже люди высказывали. Я так думаю, что русофобия, ну, в смысле фобия, это боязнь. А русские страшно хотели, чтобы их боялись. Вот они вспоминали, вот Советский Союз был, нас так боялись все, как это было хорошо. Поэтому это очень хорошее чувство, русофобия, получается. Поэтому я не хотела, в принципе, звонить и, как говорится, повторять то, что люди уже говорили. Спасибо, что вы позвонили. Мне кажется, что, ну, как сказать, ну, если становиться на вашу позицию, то я могу вас поддержать, что когда мы не согласны и, ну, считаем своими врагами русское правительство, может быть, сам народ, ну, тоже не согласен со своим правительством. То есть все эти выборы, это чистой воды подтасовка. Я не верю в это. Я уже слышала, вот, что очень многие выступавшие из России на этом радио говорили, что это все не соответствует действительности. Спасибо большое. У нас есть еще звонок. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Очень многие выступавшие. Говорите. Да, да. Только у нас очень мало времени. Пожалуйста, покорочко. Я коротко скажу, что не собирался звонить. Ну, дело в том, что в России очень многое изменилось за последнее время. А если раньше я был просто русофоб, потому что все, что связано с Россией, меня раздражало. А сегодня там очень много людей не согласны с этим путинским дебильным режимом. Поэтому я другое хотел сказать. Русофобы – это люди, которые многое часто не понимают значение этого слова. Я считаю, что русофоб – это человек, который не любит власти, никакого отношения. На самом деле, к общему понятию русский не имеет. Но вот что сделал путинский режим, это однозначно сделал вред своему русскому народу на десятилетия. Спасибо. Спасибо. Давай, Ген, подведем быстрые итоги. Значит, один из радиослушателей сказал, Путин – это Россия, русский народ, русский народ – это Путин. Лучшее и не придумаешь. Я хотел бы поблагодарить всех, кто нам позвонил за ваше мнение. И хотел бы сказать, что русофобия – это не то, что нам принадлежит. Мы любим Россию как страну, а вот с народом у нас отношения довольно сложные. Спасибо всем. Будьте здоровы. Берегите себя. Будьте счастливы. Будьте здоровы.